Конкурс «Омская линия», который посвящена выставке, проходит в этом году в 11-й раз. Сейчас в рамках выставки проходят занятия. Как и где искать вдохновение, как о сложном рассказать просто. В первую очередь ребят знакомят с историей дельфийских игр, которые пройдут в апреле 2020 года в Омске. Именно поэтому эта тема – одна из центральных конкурсов социальной рекламы «Омская линия» этого года. Во второй части мастер-класса ребятам расскажут об экологической теме – охране животных. А в заключении покажут, как хранятся картины в музее и расскажут про техники, в которых они написаны. Я подобрала специально такие работы, то есть я покажу, как хранятся работы в музее, какие им номера присуждаются, как они обернуты, как они выглядят. Я расскажу, как техника называется, допустим, гравюр на картоне или гуаши, или кто-то, допустим, не знает. А вдруг он заинтересуется, ему захочется в такой технике рисовать. Кроме лучших работ прошлых лет, сегодня школьников знакомят с детскими картинами из фондов музея искусства Омска. В холле 24 рисунка художников от 6 до 17 лет. Экспозицию собирали 25 лет. Здесь часто встречаются проекты на экологическую тематику, например, ядовитые выбросы или использование пластика. Сегодня в музее искусства Омска мы открываем выставку лучших работ за последние несколько лет. Конкурс в этом году проходит уже 11 раз. Соответственно, маленькие амичи, как никто другой, видят красоту нашего города, красоту места, в котором они растут, разные социальные проблемы, которых окружают и показывают через призму своей чистой души, каким образом из этих ситуаций можно выйти. Выставка лучших эскизов социальной рекламы городского конкурса «Омская линия» продлится до 5 декабря. Почитать подробнее о конкурсе «Омская линия» можно на сайте Омск.РФ. Эскизы социальной рекламы от ребят принимают до 20 ноября.